Девушки отдыхают Девушки отдыхают За горами, за лесами За широкими морями Против неба На земле Жил старик В одном селе Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают У старинушки Три сына Старший Умный был Детина Средний сын И так и сяк Младший Ай Вовсе был дурак В долгом времени иль вскоре приключилось с ними горе. Кто-то в поле стал ходить и пшеницу шевелить. И они себе смекнули, чтоб стоять на карауле. Хлеб ночами поберечь, злого вора подстеречь. Что-то начало смеркаться. Надо старшему сбираться. Взял и вилы, и топор и отправился в дозор. Субтитры создавал DimaTorzok И вы, сонные тетери, открывайте брату двери. Ну, чего-нибудь видал? Всю я ноченьку не спал. На моё ж при том несчастье было страшное ненастье. Ветер выл, как будто зверь. Впрочем, тихо всё теперь. Да, братишка, ты хитрец. Ты, Данило, молодец. Ты, вот так сказать, примерно послужил мне службу верно. То есть, будучи при всём, не ударил в грязь лицом. Что-то начало смеркаться. Средний брат пошёл сбираться. Взял и вилы, и топор. Но до поля не дошёл. Всю я ночь ходил дозором. У соседки под забором. Эй, вы, сонни, что вы спите? Брату двери отоприте. Ну, чего-нибудь видал? Всю я ноченьку не спал. Да к моей судьбе несчастной. Ночью холод был ужасный. До сердцов меня пробрал. Слишком было несподручно. Впрочем, всё благополучно. Что ты скажешь мне, отец? Ты, Гаврило, молодец. Что-то начало смеркаться. Надо младшему сбираться. Эй! Он и усом не ведёт. На печи весь день поёт. Мы пойдём конём. Мы пойдём конём. По полю твоём. Ты послушай, ты сходи в дозор, Ванюша. Я куплю тебе лупков, дам гороху и бубов. Да ему нет. Да! Да! Ладно! Что уж там отправлюсь. Как сумею с вором справлюсь. Ночь настала, месяц всходит. Поле всё Иван обходит. Звёзды на небе считает, да краюшку уплетает. Конь летит, как будто птица. Что за чудо кобылица? Эх, так вот какой наш воришка. Но постой, я шутить ведь не умею. Разом сяду-то на шею. Кобылица молодая, глазом бешено сверкая, Змеем голову свела и пустилась, как стрела. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Отпусти меня скорей! Дам тебе я двух коней. Да таких, каких поныне не бывало и в помине. А ещё я дам конька Ростом ровно с три вершка. На спине с двумя горбами Да с оршиными ушами. Двух коней, коль хош, продай, Но конька не отдавай. На земле и под землёй Он товарищ будет твой. Он зимой тебя согреет, Летом холодом обвеет, В голод хлебом угостит, В жажду мёдом напоит. Я же снова выйду в поле Силы пробовать на воле. Ладно. Так и быть. Ступай. Много ли времени, аль мало, С этой ночи пробежала? Что об этом рассуждать? Станем сказку продолжать. Раз Данила и Гаврила В праздник помнится то было, Затащились в балаган. Посмотри, каких красивых Двух коней золотогривых Наш дурак себе достал. Ты и слыхом не слыхал. Вишь, алмазные копыта, Крупным жемчугом обиты, Мелкие кольца завитой, Хвост струится золотой. Да, недаром речь ведётся, Что лишь дурнем клад даётся. Ты хоть лоб себе разбей, А не выбьешь двух рублей. Глянь, ещё один красавец. Конь с ушами! Точно заяц! Вон пошёл! Ступай! Урод! Засмеёт таким народ. Эх, а кони словно птицы. Отведём-ка их в столицу. Там боярам продадим, Деньги ровно поделим. А благому дураку Не достанет ведь догадки, Где гостят его лошадки. Пусть их ищет там и сям, Ну, приятель, по рукам. Ой, вы кони, бурые сивые, Добрые кони золотогривые, Яль вас, други, не ласка, Да какой вас чёрт украл. Велика беда, не спорю, Но могу помочь, я горю. Ты на чёрта не гони, Братья коников свели, А я хоть роста небольшого, Но сменю коня любого. Да постой-ка, мне остаётся Огонёк там светлый вьётся. Не ходи, пусти конёк! Это чудо-огонёк, Шапок спять найдётся свету, А тепла и дыма нету. Светит в поле словно днём, Золотым горит огнём. Вот уж есть чем удивиться, Ты нашёл перо жар птицы, Но для счастья своего Не бери себе его. Много-много непокою Принесёт оно с собою. Отказаться от пера? Ишь, придумал, в путь пора. Ярмарка! Вот проснулся град-столица, Ровно улей шевелится, Да и братья тут, как тут, На базар коней ведут. Гости, лавки отпирайте, Покупайте, продавайте, Дозволяю торговать. Стыдно братья воровать, Хоть Ивана вы умнее, Да и Иван-то вас честнее, Он у вас коней не крал. Хоть бы волк тебя задрал. Дорогой наш брат, Дорогой наш брат Иваша, Шо переться, дело наше, Но возьми же ты в расчёт, Некорыстный наш живот, Сколь пшеницы мы не сеем, Но чуть насущный хлеб имеем. А коли не урожай, Так хоть в петлю полезай. Так и эдак мы вершили, Всё равно вот так решили, Продадим твоих коньков Хоть за тысячу рублёв. Да к тому ж отец не может, Работать уже не может, А ведь надо мыкать век, Сам ты умный человек. Ну, коли так так давайте, Я не против, продавайте. Эй, честные господа, Все пожалуйте сюда, Отдаю коней не даром. Эй, глядите, что за диво, Два коня золотогривых. Молодые вороны Бьются гривы золотые, В мелкие кольца завитой Хвост труится золотой. И алмазные копыты Крупным жемчугом обиты. Вот так кони. Эй, ребята, чьи такие же ребята? Эта пара царь моя, И хозяин тоже я. Ну, я пару покупаю. Продаёшь ты? Нет, меня. Что в промен берёшь добра? Два-пять шапок серебра. То есть это будет... Десять. Десять. И по милости своей, Дам в прибавок... Пять рублей. Царь-то наш великодушный. И народ ему послушный. Один! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ха-ха-ха! Вот ты, братцы, ну потеха. Так летишь по русла смеха. Эх, какие-то... Не дается. Делать нечего, придется во дворце тебе служить. Будешь в золоте ходить, в красноплатье наряжаться, словно в масле сыр кататься. Всю конюшину мою я в приказ тебе даю. Старское слово в том порука, что согласен. Вот так штука. Во дворце я буду жить, буду в золоте ходить. То есть я из огорода стану царский воевода. Чудное дело, так и быть, стану царь тебе служить. Только чур со мной не драться и давать высыпаться. Время катит чередом, час за часом, день за днем. Там наш Иван живет, не тужит, при конюшне царской служит. По трудам ему и честь, но на свете зависть есть. Вон, гляди, крадется спальник. Он до Вани был начальник над конюшнею над всей. Из боярских слыл детей. На Ивана спальник слился, погубить его божился. Хоть Иван коней не ходит, и не чистит, и не школит. Но при всем том два коня, словно лишь из-под грибня в стойлах, свежая пшеница будто тут же и родится. Уж не ходит и постой, к нам проказник домовой. Ой, вот двери заскрепели. Домовой идет, в самом деле, встали дыбом волоса. Ну, свети перо, жар-птица. Свет какой-то там лучица. Я от страха чуть живой. Что там, где я домовой? Кони начисто обмыты, Гривы в косы перевиты. Дело сделал так оно, И поспать уж не грешно. Заверну перо в три пицца. Да, у него перо жар-птицы. Прикорну здесь до утра. Весь как лист дрожу. Пора. Сейчас же точно царь узнает, Что твой глупый ум скрывает. Жив не буду, подведу. Е, дружочка, подведу. Что такое... Спальник царский. Ваш конюшник государский, Басурманин ворожей, Чернокнижник и злодей. Если ж ты да будешь лагать, То кнута не миновать. Ванька с бесом хлеб соль водит, В церковь божию не ходит, Иностранный держит крест И постами мясо ест. Ну и что, пусть ест. Я тоже. И на что это похоже? Я ложился, засыпал, Ты ворвался, накричал. Ваш Иван-то всякий знает. От тебя, отец, скрывает. Но не зла-то серебро. Жар-птицево перо. Жар-птицево проклятый. И он смел такой богатый. Погоди же ты, злодей. Не минуешь ты плетей. Да и самую жар-птицу Вот твою, отец, светлицу. Коль приказ изволишь дать, Похваляется достать. Так, позвать-ка мне Ивана. Ты по что меня будил? Я, кажется, не просил. Вселухо его указа Скрыл от нашего ты глаза Наше царское добро Жар-птицево перо. Что я, царь или боярин? Отвечай сейчас же, парень. Я тебе шапки ровно не дал. Как же ты о том поведал? Отвечай же, запарю. Я тебе толком говорю. Нет, пера. Да слышь, откуда мне достать Такое чудо? Что? Ты смел еще переться? Да уж нет, не отвертеться. Это что, постой-ка, брат? Ох, помилуй, виноват. Отпусти вину Ивану. Я вперед уж врать не стану. Ну, для первого случаю Я вину тебе прощаю. Так вот. Видишь, я каков. Но сказать без дальних слов Я узнал, что ты Жар-птицу в нашу царскую светлицу, Если вздумал приказать, Похваляешься достать. Да чтоб меня здесь гром убил. Я того не говорил. А пире не запираюсь. Я уже сказал, что каюсь. Ну, а птицы, как ты хочешь, Ты на прасину несешь. Что, ты спори? Ну, смотри. Если ты недели в три Не доставишь мне Жар-птицу В нашу царскую светлицу, То, клянусь, бородой Ты поплатишься со мной. За решетку! Или накал. Вон халок. Ой-ой, и заплакал. Все, иди на сеновал. Будешь знать теперь. Нахал. Что, Иванушка, не весел? Что ты голову повесил? Царь велит достать Жар-птицу В государскую светлицу. От того беда твоя, Что не слушал ты меня. Помнишь, ехав в град-столицу, Ты нашел пирожер птицы. Я сказал тебе тогда, Не бери, Иван, беда. Вот теперь а ты узнал, Правду ли я тебе сказал. Ну, сказать тебе по дружбе, Это службишка, не служба. Служба? Все, брат, впереди. На другой день утром рано Расбудил конек Ивана И помчались за Жар-птицей. Едут целую седьмицу. Напоследок в день седьмой Приезжают в лес густой. Что за поле? Зелень тут, словно камень изумруд. А какие здесь цветы Несказанной красоты. Вот сюда-то до зорницы Прилетает жар-то птица Из ручья воды испить. Тут и нужно подловить. Как поймаешь птицу жар, Так кричи на весь базар. Я тот час к тебе и влюся. Как-нибудь не ошибуся. О, как бы мне ее поймать, Кто-то было бы поживо. Нечем молвить, страх красивый. Ой, конечек-горбуночек, Прибегай сюда, дружочек. Помоги мне, горбуночек. Пи ее скорей в мешок. Вот, приехали в столицу. Что? Достал ли ты жар-птицу? Разумеется, достал. Где же она? Постой немножко. Прикажи сперва кошка в почивальне сотворить. Ну, чтоб темень сотворить. Ах, ты и батюшки, и пожар. И народ скорее взывайте, И заливайте, и заливайте. Это, слышь ты, не пожар, Это хвост от птицы жар. Ой, умру сейчас со смеху, Я привез тебе царь по теху. Вот, люблю дружка Ванюшу, Звеселил мою ты душу, И на радости такой Будешь царской стременной. Ишь, задрал С успеху нос. Ну, постой, молокосос, Тоже мне нашли героя. Он обманом все устроил, Взял заморского вина, Белоярова пшена, И подсыпал жар той птице. Пусть доставит он в свет лицу Распрекрасную царь-девицу, Вот ее не проведешь. Ты о чем же речь ведешь? У красивых дальних стран Есть огромный океан, Вот оттуда слух идет, Царь-девица там живет, Но девица непростая. Дочь, вишь, месяцу родная, Да и солнышко ей брат, Ездит валом полушубки, В золотой, ребята, шлюпке, Разные песни попивает, И на гусеницах играет. Так, иди сюда, Ванюша, Собирайся, снаряжайся И на море отправляйся. Дай недельку хоть поспать. Ты мне будешь возражать, Но смотри, Если ты недели в три Не доставишь царь-девицу В нашу царскую светлицу, То клянусь обородой, Ты поплатишься со мной. В яму? За решетку? Накал! Вон холок. Ой-ой, заплакал. Скоро вздернут, как-никак. По делам тебе, дурак. Что, Иванушка, не весел? Что ты голову повесил? Видишь, царь велит Свою светлицу мне достать, Слышь, царь-девицу. Велика беда, не спорю, Но могу помочь, я говорю, И сказать тебе по дружбе, Это ж службишка, не служба. Служба, все, брат, впереди. На другой день утром рано Разбудил конек Ивана И помчались за девицей. Едут целую седмицу. Напоследок день осьмой Конек с Иваном приезжают к океану. Ой, от этой такой дороги Ломит кости, тянет ноги. Где красотка хоть живет? Здесь, на волнах, круглый год Два раза она лишь ходит с океана И приводит долгий день на землю к нам. Вот увидишь на часам. Глянь-ка, шлюпка там мелькает. То царевна подплывает. Пусть она сюда войдет, Пусть покушает, попьет. И как в гусли заиграет, Знай, уж время наступает. Ты в шатер скорей вбегай, Ту царевну захватай, Да держи ее сильнее, Да зови меня скорее. Так вот это царь-девица, Так что в сказках говорится, Что не встретишь ты такой, Что куда красна с собой. Царь-девица, так что дива. Это вовсе некрасиво, И бледна, и тонка, Чай в обхвате три вершка. А ножонка-то, ножонка, Чьвот ты, словно у цыпленка, Пусть полюбится кому, Я и таром не возьму. Ой, беги, конек, беги, Горбунок мой, помоги. Ты держи ее сильнее, Да уходим поскорее. Мне приснилось, Будто вроде В саду ли, в огороде Ем соленый огурец. Сон тут вещий, Царь-отец. Да к чему он? Разгадать бы. Этот сон, конечно, к свадьбе. А еще мне снился лес, Будто я на ель залез. Да как шлепнусь я оттуда. Что за сон? Почти что чудо. Да к чему бы этот сон? К свадьбе. Царь. Конечно, он. Я и сам смекаю тоже. Только нет Ивана все же. Вот ведь точно. Твой холоп Назло взял, да и утоп. Али решил с испуга скрыться. Царь-девица! Царь-девица! Бесподобная девица! Согласись же быть царицей. Я едва тебя узрел, Сильной страстью воскипел. Соколины твои очи Не дадут мне спать средь ночи. И во время бела дня Ох, измучают меня. Вот досада! Право слово. Все для свадьбы уж готово. Завтра утром, Светик мой, Обвенчаемся с тобой. Ну куда ж так торопиться? Страх, как хочется жениться. Соглашайся же, царевна. О, судьба моя плачевна! Что мне делать? Как-нибудь хоть бы время протянуть. Если хочешь взять меня, То достань ты мне в три дня Перстень мой из океана. Позвать ко мне Ивана! Иван! 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 Так, Иван, поезжай на океан. В океане том хранится перстень. Слышь ты, царь-девицы, Коль достанешь мне его, Задарю тебя всего. Я из первой-то дороги Волочу на силы ноги. Ты ж опять на океан. Ох ты, вражий сын, шайтан, Как же плут не торопиться. Видишь, я хочу жениться. Эй, послушай, по пути Поклониться ты зайди В изумрудный терем мой И скажи моей родной, Дочь ее узнать желает, Отчего она скрывает По три ночи, по три дня Лик свой ясный от меня. И зачем мой братец красный Завернулся в мрак ненастный И в туманной вышине Не пошлет луча ко мне. Не забудь же! Помнить буду, Если только не забуду. Да ведь надо же узнать, Кто те братец, кто те мать. Месяц, мать мне, солнце, брат. И досмотри, три дня назад Свет скорее перевернется, Чем Иван живым вернется. Ведь на небо как-никак Отправляется дурак. Что, Иванушка, не весел? Что ты голову повесил? Видишь, вздумал царь жениться. Знашь, на тоненькой царице Шлет на океан меня С руку дал всего три дня. Перстень, чтоб его достать. Довелела заезжать Эта тонкая царица Где-то в терем поклониться. Солнцу, месяцу, Притом, спрашать, кой о чем? Не тужи, сказать по дружбе Это ж службишка, не служба. Служба, служба, все, брат, впереди. Ты теперь о спать пойди. А на завтра утром рано Мы поедем к океану. Это я Землей простился И на небе очутился Что земля-то? Ведь она и черна-то, и грязна Здесь земля-то голубая А уж светлая какая Эка дива, глянь, конек Вот так терем-теремок Это терем царь-девицы Нашей будущей царицы Облаками весь повит По ночам здесь солнце спит А полудиной порою Месяц ходит для покоя Здравствуй, Месяц Месяцович Я Иванушка Петрович Из далеких я сторон И привез тебе поклон Здравствуй, солнышко Румяна Ты прими поклон, Ивана Как попал ты в этот край? Все скажи нам, не утай С поручением от царицы Я приехал поклониться Солнцу месяцу Не припомнишь все сполна Что сказала мне она А какая то царица? Ты это, знаешь Царь-девица Царь-девица? Так она, что ли, побои увезена? Мной Так царь меня отправил Чтобы я ее доставил В три недели во дворец А не то, не все Конец А уж мы как горевали Что царевну потеряли Что, здоровали, сестрица? Как живет там царь-девица? Царь наш женится на ней Что я слышу? Ах, злодей вздумал В семьдесят жениться На молоденькой девице Пора нам хоть конечек Ты спроси про перстенечек Да узнать бы заодно Как проехать нам на дно океана Океана? Такова судьба Ивана Там валяется, поверь, перстень дочери твоей Нам достать бы это чудо С перстеньком-то дело худо Больше нет его на дне Что же, братцы, делать нет? Огорчим тебя мы очень Перстень тот китом проглочен Ну, а где же этот кит? Вон он там Снизу лежит Все бока его изрыты Чистоколы в ребра вбиты А в дубравах меж усов Ищут девушки грибов И за кое прегрешение Терпит кит сие мучения Проглотил он средь морей Три десятка кораблей Если даст он им свободу Снимет Бог с него невзгоду Эй, отнеси благословение Нашей дочке в утешение Да, скажи моей родной Мать твоя всегда с тобой Полно плакать и крушиться Скоро грусть твоя решится Пиздаля, так вроде рыба А вблизи такая глыба От усов и до хвоста Уж целая верста Ох, родимая водица Кабы в море возвратиться Путь-дорога, господа Вы откуда? Ты куда? Мы пришли к тебе с поклоном Берстенек-то, говорят Проглотил его ты, брат? Ох, пока мои изрыты Чистоколы в ребра вбиты На спине стоит цело Если дашь ты им свободу Снимет вам с тебя невзгоду В миг сирана заживит Долгий век в награде Ну, отцы мои, спасибо А дарит вас чудо-рыба Слышь, давай-ка Сундучок-то не поднять Можно нам венчаться Все цари начнут смеяться Дед-то скажет Внучку взял Я хоть стар, да я удал Как немножко приберусь Хоть кому так покажусь Разудалым молотом Ну, да что нам нужды в том Бесподобная девица Лишь бы только нам жениться А такая в том нужда Что не выйду никогда За дурного, за седого За беззубого такого Затвердила на беду Не пойду, да не пойду Вспомни, матушка царица Ведь нельзя переродиться Стань, как прежде, молодец Я тот чажи под венец Слушай, завтра на заре На широком на дворе Должен ты народ заставить Три котла больших поставить И костры под них сложить Первый надобно налить До краев водой студеной А второй водой вареной Ну, а третий молоком Скипятя его ключом Вот, коль хочешь ты жениться И красавцем учениться ты Бесплатье налегке И скупайся в молоке Тут побудь в воде вареной А потом еще в студеной И скажу тебе, отец Будешь славный молодец Молодым я стану снова Первый, думаю, налить до краев Водой студеной А второй водой вареной Ну, а третий молоком Вскипятя его ключом Ты же должен постараться Ну, пробу ради Искупаться в этих трех Больших котлах В молоке и двух водах Шпарят только поросят Да индюшек доцеплят Я ведь, глянь, ни поросенок Ни индюшка, ни цыпленок Ох ты, вражий сын Смотри Если ты в рассвет зари Не исполнишь повеление Я отдам тебя в мучение Прикажу тебя пытать По кусочкам разрывать Что, Иванушка, не весел? Что ты голову повесил? Худо дело, мой конек Мой дружочек-горбунок Царь в конец меня сбывает Сам подумай Заставляет искупаться В трех котлах В молоке и в двух водах Вот уж служба, так уж служба Тут нужна моя вся дружба Да не плачь ты, Бог с тобой Сладим с этой бедой И скорее сам я сгину Чем тебя, Иван, покину Слушай, завтра на заре В те поры, как на дворе Ты растенешься, как должно Ты скажи царю Не можно ли ваша милость Приказать горбунка Ко мне позвать Чтоб последний с ним проститься Царь на это согласится Вот как я хвостом махну В те котлы мордой махну На тебя три раза прысну С громким посвистом присвистну Вот тогда ты не зевай В молоко скорее ныряй Тут в котел с водой вареный А оттуда во в студеный Ну, Ванюша, раздевайся И в котлах скорее купайся И исполняй-ка, брат, что должно Царь, не можно ли ваша милость Приказать горбунка ко мне послать Иван, Иван, Иван Иван, Иван, Иван Паня, давай Иван! 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 Вот так диво! Вы видали? Мы слыхом не слыхали, чтобы так похорошеть. Да чего ж он стал пригожий? На царевича похожий. Изменился-то он как? Вот каков Иван, дурак! Времени не тратя даром. Царь, надежда, с легким паром. С легким паром, царотец! Будешь славный молодец! Что-то он надолго скрылся. Что ж делать? Царь сварился. Царь велел вам долго жить. Я хочу царицей быть. Люба ли я вам? Отвечайте. Если Люба, то признайте здесь владетелем всего и супруга моего. Люба, Люба, царь, девица! Признаем царя с царицей. Отпусти мою вину. По-другому жить начну. Ради этого случая я вину тебе прощаю. Пушки с крепости палят, В трубы кованы трубят. И веселый наш народ, Что есть мочушке орет. Здравствуй, царь наш социалистей, Здравствуй, прекрасный царь-девицей! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА